Всем привет! Большое спасибо, что зашли на мой канал! Я очень рада вас видеть! Сегодня я буду мастерить небольшой пинвол для разных записок, листочков и других мелочей. На этот раз в виде пончика. Его, кстати, можно использовать не только как пинвол, а просто как декорацию для комнаты. Что нам понадобится? Это пробковая подставка для кастрюли сковородок. Она продается, например, в Икеа, но также во многих других магазинах. Желательно сразу купить круглую, чтобы не пришлось много вырезать. Но внутри нужно будет все-таки вырезать отверстие, и для него подойдет вот такая крышка от Pringles, или же какой-то другой круглый предмет, ну или, конечно, можно нарисовать-то просто циркулем. Для декорации я выбрала розовый лак, потому что я хочу делать такой более-менее классический пончик, но, естественно, можно было взять другой цвет. И вот эти разноцветные пуринки, они тоже подходят, чтобы заменить крошки от этого классического розового пончика. Хочу предупредить, что отверстие это нужно вырезать острым ножом, и поэтому маленьких, самых младших своих зрителей я предупреждаю, что лучше попросите помощи у взрослых, и если вам никто помочь не хочет, то можно не вырезать, а просто закрасить этот круг черным маркером, и тогда будет так же похоже на отверстие, и нет никакого риска порезаться. Вот покажу. Видите, если достаточно хороший маркер, то можно аккуратно закрасить, и даже будет непонятно, что это просто накрашено, а не настоящее отверстие. В общем, будет так же похоже на пончик. Лак мы наносим не до краев, потому что вы знаете, как выглядит пончик, там просто на верхней части всегда глазурь, и она за края обычно не выходит. Ну, хотя, когда как. Вот, и не жду, пока лак высохнет, а сразу начинаю уже бросать блестки. Иначе, если бы я сначала покрасила весь круг, у меня половина лака бы уже засохла, и потом бы блестки просто не приклеились. Это, кстати, не блестки, это бисер, вот. Мне показалось, что все-таки как-то розового цвета получилось мало, и я решила добавить еще немного цвета. Нет, этот фломастер все-таки не серьезный, я найду что-нибудь поярче. Вот, я все-таки нашла подходящий по цвету фломастер, и вот теперь мой пончик готов. Теперь остается сделать только отверстие, это сделать легко, проткнуть просто каким-нибудь шилом, и продеть туда веревочку. И можно вешать на стену, ну, предварительно, конечно, в стене надо будет в стену вбить гвоздик. В принципе, эта штука легкая, не обязательно пивать гвоздик, можно воткнуть такую же иголку, которые втыкаются обычно в пинбол. Еще этот пончик можно сделать двухсторонний, можно подождать, пока сейчас этот лак хорошо высохнет, перевернуть и нарисовать с другой стороны другой пончик, другой какой-то глазурью. И периодически их менять по настроению. Я надеюсь, что вам понравилась эта идея, я надеюсь, она пригодится вам. Ставьте большой палец вверх, если это так, и подписывайтесь на мой канал, смотрите его почаще, оставляйте ваши комментарии. А я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!